Друзья, как я рад вас видеть снова, мы продолжаем программу «Не спящие». Хотя я вас, конечно, не вижу, но надеюсь, что вы на меня точно смотрите. 28, 29 и 30 июня в Центре дизайна ArtPlay в рамках проведения театральной олимпиады в России прошли показы спектакля «Землянот» бельгийской компании FC Bergman. Сцена — это в натуральную величину воссозданный зал Рубенса Королевского музея изящных искусств в городе Антверпен. Он вот-вот должен закрыться на реставрацию. Осталось лишь снять и вынести последнюю картину — это прободение ребра спасителя. Подробнее о том, что я вам сейчас анонсировал, расскажет наш театральный обозреватель Олеся Пушкина. Бельгийская компания FC Bergman — это шесть выпускников одного театрального курса, среди учителей которых именитый нидерландский режиссер Ива Ванхова. В октябре прошлого года на фестивале «Балтийский дом» можно было увидеть его постановку «То, что проходит мимо». 2008 — год рождения нового театра. В репертуаре F.S. Bergman сейчас 12 постановок. От спектакля «Терминатор Трилоджи» на одном из пустырей Антверпена до музыкального по опере «Жоржа Безе» «Искатели жемчуга». «Землянот» — самый титулованный проект группы. В 2016 году он был отобран в основную программу Авеньонского театрального фестиваля. К тому же это единственная постановка, в которой участвуют все шесть создателей FC Bergman. Вопрос не в том, почему было важно сделать этот спектакль в шестером, а в том, что для развития нашей команды очень важно, чтобы в нем участвовали шесть из нас. Не потому, что того требовала постановка, а потому, что до 2015 года мы сделали очень много важных проектов с другими артистами и чувствовали, что теряем друг друга. Мы уже знали, что это будет в последний раз, когда мы окажемся вместе, потому что двое из нас решили покинуть группу. Поэтому «Землянот» — это последняя возможность поработать вместе. Такое своеобразное прощание, необходимость сказать друг другу «до свидания». Коробка сцены «Землянот» — это высокие серые стены Королевского музея изящных искусств в Антверпене с единственной картиной — прободение ребра спасителя Рубенса, которая в данном случае не столько конкретная работа конкретного художника, сколько символ, знак, распятие, присутствие Бога в этом пространстве. Не столько музейном, сколько пространстве мира. Пространстве, в котором легким обозначением — желтые листья, соль, лепестки роз, песок — сменяются времена года, разворачиваются истории любви и истории предательства. История искусства, в которой можно различить цитаты из фильмов Жан-Люка Гадара и Бернарда Бертолуччи, и история войн. Зал музея оказывается герметичным и в то же время всеобъемлющим пространством, в котором вся история человечества. От самого начала — земли Нот, на иврите — Найт, трепет, волнение. Земли, куда был изгнан Каин после убийства своего брата Авеля, до сегодняшнего дня и проблем мультикультурализма в современной Бельгии. Королевский музей изящных искусств — это основной музей Антверпена, лучшее собрание искусства в городе. Я знаю его с детства. Когда мы создавали спектакль, музей был на реконструкции, был абсолютно разобран, лежал в руинах. Это заставило задуматься о таких местах, где мы чувствуем себя в безопасности. Когда ты видишь безопасное место в руинах, это рождает непростые чувства. Земля Нот — место, куда был сослан Каин, земля без целей, противоположность Эдему. Он был сослан и обречен находиться там всю свою жизнь. В буквальном смысле вышел из зоны комфорта, из своего укрытия. В течение спектакля вы видите, как время накладывает отпечаток на это место. Оно становится землей Нот само по себе, местом, где нет целей. На протяжении всего спектакля один из сотрудников музея, или это один из живущих в мире, всеми способами пытается вынести из зала картину с распятием. Измеряет стены, взрывает дверной проем, наконец, надрываясь собственноручно, вытаскивает полотно из зала, а затем триумфально возвращается, со свечами и вином, на то место, где висело распятие. Вокруг созданные им руины. Все, что осталось от мира, где больше нет Бога. Человек удовлетворенно смотрит на пустую стену и вдруг обнаруживает проявляющийся лик. Нет картины, но распятие здесь, на том же самом месте. Я не знаю, сколько весит декорация, но, наверное, несколько тонн. Она очень тяжелая, это точно. Монтировка занимает около трех дней, и у нас есть три грузовика, в которых все это ездит. Два — для самих декораций, и третий — для непосредственных конструкций, которые все это соединяют. Потрясающий спектакль, совершенно земля нот. После показа в Петербурге он отправился в Москву, на фестиваль «Вдохновение». Там с 5 по 7 июля можете его посмотреть, так что берите билеты и вперед. Ну, можно до Москвы добраться, это несложно, поверьте мне. Ну, а мы переходим к другим новостям. Летающие гимнасты, магические жители фантастических миров. 29 июня в Петербурге прошел костюмированный ночной фестиваль под музыку мировых звезд электронного направления. Но по-нашему, по-стариковски, по-олдскульному, это называется просто словом «рейв». 12 часов, северная столица и ее жители превратились в Атлантиду. Ксения Иванова в эти миры погрузилась, плясала, наверное, веселилась, и вот что наснимала. Петербургский шестиваль АТС после всего напоминает американский легендарный Бёрнинг Мэн, важными элементами которого являются фантастические костюмы, участники, декорации, арт-инсталяции, фантастивные выступления, и, конечно, танцы, рэйв, подружные людей всего света. Однако, если Бёрнинг Мэн проводится в дикой пустыне американского штата Невада, то площадкой для петербургской гипербореи стали три газгольдера на обводном канале и пространство вокруг них. Проходя рамки металлоискателя на входе, гости будто попадают на платформу 9,75, откуда открывается новый дивный мир, в котором всех встречают маги и волшебники на ходулях, огненное шоу «Сирен» в серебристых костюмах и еще сотни сказочных персонажей, выдуманных самими участниками. Это фестиваль свободы, это фестиваль самовыражения, это фестиваль, где наш гость может облачиться в какой-то костюм, прийти и не чувствовать себя прежним. А гости фестиваля действительно поражают. Тщательно сконструированные образы, вдохновленные философией хиппи, Атлантидой, галактиками звездных войн, и даже дворцовыми переворотами, как дань уважения города на Неве. Короны из кожи, расшитые бисером фуражки и простые в буха стиле шляпки, эльфийские уши, кольчуги, платье в пол, маски из перьев, в ход идут любые материалы и идеи. Это тема божественное создание боги, олимп. Левушки хотят сверкать, мужчины в брутальности, как всегда. Это яркие цвета, блестящие пигменты, полоски, геометрия. Все, что может отображать их характер или нынешнее настроение. Это какие-то конкретные боги? На самом деле, мне кажется, каждый человек сам себе бог, творец. Все, что он хочет, то и получит. Самое главное, объяснить мне настроение. Я думаю, сегодня покинет телевидение 100%. Фестиваль уже заглавили, как первый ЗОЖ-рейф. Организаторы сделали акцент на раздельном сборе мусора и отказе от пластика. Планетарии проводились медитации, а в вигвамах на заднем дворе можно было выпить травяного чая и отдохнуть в гамаке. А в здании другого, бывшего газового резервуара, разрывали сцену сначала электронный музыкальный проект Soul of Void, за которым скрывается диджей и основатель фестиваля Алексей Изотов. Затем лондонский музыкант Тиму Джин Ки, хедлайнер, яркий участник берлинской сцены, автор-исполнитель Монолинк. Я очень возбужден от того, что буду играть на этом фестивале. Мне очень нравятся эти инсталляции и само шоу. Кажется, это действительно классная вечеринка. Мое выступление через 10 минут, и я, честно говоря, очень волнуюсь. Мои песни в большей степени о природе, о каких-то базовых жизненных вопросах, о вещах, которые дают энергию, которые дают мне энергию. Я буду наблюдать за настроением и атмосферой в толпе и буду следовать за их настроением. О том, как прошел фестиваль, судить можно по постам в инстаграме и сотням отметок в районе Люмьер-Холла и Планетария. Но главное ощущение, которое останется на этом перекрестке стольких миров, это... Любовь. Далее в программе. Специальный гость – король эпатажа художник Андрей Бартини.